Я посмотрел этого романа Демидова, вы мне прислали, и свое мнение решил высказать. Я там написал, ну, вы знаете, говорит красиво, говорит по Библии, там в иудейскую синагогу зашел, там, в общем, о христианстве, но сначала. Но это все построение Царства Божия на земле без Христа. Там о спасении, о Христе в сущности ничего не говорится. Ни о жертве, ни о спасении, ни о нашем искуплении. И там строится Царство на земле. Это все антихристово. Мое мнение такое. Мне это не понравилось. То есть сначала я посмотрел, там он говорит по Библии, Библию знает. Ну, так же, как и положено будет врагу рода человеческого знать, человеку греха, сыну погибели. Но это все, в общем, призывает там за этого, за Балашова Геннадия, знаю я его, этого Геннадия Балашова. Он сам-то и не верующий, Геннадий, кстати, Балашов. Вот. И как он это, зачем это на земле там строит? Ну, нет, это понятно. Будут стараться построить там общество справедливости, там, но не построят. Не построят. Потому что это, ну, Царство Божие не от мира всего. Вот. Внутри вас есть Царство Небесное. Я так понимаю. Они не помнили... Правильно? Игна Тихонович. Да. Ну, вот. В общем, я посмотрел внимательно все от начала до конца. Но это не то, что нужно христианину и что нужно для спасения. Это так, призывы в никуда. Безбожные они не смогут этого сделать. Им это не надо. Вот. Неверующие. Кто без Христа Царство Небесное не построит. Так что вот. Это все. Такое дело. Вот. Ну, собственно, вот ради этого я позвонил. Вы просили ответить. А вы как думаете? Да тут-то все понятно. Дело в том, что в писанном виде все отвечали. И мне удобнее это было бы, если бы это написали. Я написал. Я написал. Ну, там в нескольких словах. Но поскольку я писатель это... Ну, в нескольких словах написал. Но я решил и сказать. Решил и сказать. Вот. Ну, такой отец. Ну, как? Вы с ним согласны? Нет? Конечно, нет. Вы что сказали, так и есть. Земное Царство. Попытка построить здесь без Христа. Ну, то, что падший мне поклонись, говорит. И все Царство отдам. Оно в конечном счете выходит опять к той же самой горе искушения. А спрашивается, зачем? Зачем, если ты пренебрегаешь главным, обещаешь для тела. А тело это есть не госпожа. Госпожа душа. Об ней речи нет. Они будут жировать, будут брать больше 10% налоговики. Ну, а как ты хотел? А не давать? Переезжать? А куда? В Израиль переезжать? Ну, да. Ну, написано, кому оброк, оброк. Отдавай. Кому честь, честь. Он, видите, как, ну, так православный-то не делает. Он идет, сидят молодые, там обнимаются, на скамейках подходят. А вам Христос нужен? Ну, это искушение, это вообще, это провокация, да. Ну, понимаете, Христос нужен, как будто бы продает какую-то вещь, вам нужен, он подошел, вам нужен. Он понятия не имеет. Да разве так бывает? Вам нужен Христос? Он девку обнимает, что третий, лишний. Он даже не знает, вам Христос, этот, Иисус нужен, следующий нужен. А дальше у вас мечта есть? Он даже не знает, что слово мечта во всей Библии имеет только отрицательный смысл. Положительного нету ни одного раза. Бесловское, да. Видите как? А он на полном серьезе. А у вас есть какая мечта? Что такое? Желание? Это есть такое слово. А мечта, что это такое? Кремлевский мечтатель? А стих мечтателей, да, скажем. Вот я решил, мне этот ролик-то, сегодня один. Подсунул, просчитать. А я понял, что хорошо бы других расспросить. Как они понимают, видят? Ну, я вот посмотрел, я, в общем-то, удивился. И ничего там не нашел такого духовного и спасительного. Прошу прощения, вызеваете. Прочтите, что я побеспокоил. Да ничего, что беспокоить-то сидим. Что? В общем, я свое мнение высказал просто. Вы спрашивали, я высказал, и все. Ну да. Вот он говорит, он желает, и все. Но он прекрасно знает, что это в одном человеке ты можешь сделать. В двух уже не сделать. Тем более делать на других влиять. Тем более эти люди государственное положение, и какой налог накладывать, от них вообще не зависит. Ему дали, он выполняет. Там мы-то и сами накладывали. А сегодня он не может, ни больше, ни меньше. Ну, наложили столько-то, 40%. Будут и замать 40. Так самое смешное, что вот этот вот Геннадий, так как Балашов, он сам в этой системе. Он сам от ФРС кормится. Его там вот эти вот американские, заморские, сами его подкармливают. За их деньги он живет, за их счет. И говорит, он просто выполняет там какую-то роль. А он призывает там его в это. Это просто реклама, на самом деле. Бесовская реклама. Ну, усугубляется тем, что много взято из Библии, и говорится, и красиво, правильно говорится по Библии. Далеко не правильно. Это когда человек плохо знает Библию. Да, да. Когда говорят, что заботясь об этом, говорит, ищите прежде Царствия Божия, а все сие. А он говорит, остальное. Это все говорят, остального нет там. Остальное это и машины, и вертолеты. Все сие, то есть речь идет о пище и об одежде, больше ни о чем. А они говорят, остальное. Я говорю, такого нигде не написано, я показываю. А я говорю, откуда же взяли, у нас братья так проповедуют. Ну, не правду проповедуют. Остальное Бог не обещал. А только пищу и одежду, вот. Даже жилье, квартиру не обещал. Да. Он говорит, я чуть не на каждом слове, его ловлю. Он тут сказал неправильно, тут сказал неправильно, тут. И у него накапливается столько минусов, что в конечном счете ничего не остается. Ну, я вот только вот первый, псалом, когда он это начал, там, псалом говорит, что это вот, ну, о скотах. Ну, здесь я согласился, там, все, думаю, будет интересно. А потом как пошел, 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 там, в синагоги, пошел эти вопросы задавать, там, 72-й псалом. Ну, там он до 72-го псалома говорил подходящее. А потом уже пошел, а закончил вообще за упокой. Начал Аздравия, закончил за упокой, вот и все. И, в общем, ничего это. Такого там он не сказал. Ну, говорит, когда я был невеждой, вот. Все мы были невеждами. Это, целом, хороший, а? Дальше. В общем, вот такое. Но Библию знает, его подготовили хорошо. Подготовили его хорошо. Там ролик, видно, дорогостоящий. И работали над ним, это так, значили. И дальше, говорит, об Египте, как было, он переначивает все, что там было сказано. Там совершенно не те слова стоят даже. А вот они, когда пошли, пришли к этим народам, это означает то же самое, то же самое теперь вот это вот. Не то же самое, совершенно ни на чем не основано это. Говорит, говорит-то для кого? Для тех, которые не знают священного писания? А если по пунктам сейчас разбирать, у него вообще ничего не остается. А в душе слова даже нет. Он ее не знает, душу. Не знает, да. Не знает ни о душе, ни о спасении, ничего. Ни о спасении, ни о жертве Христовой, ни о том, для чего мы пришли в этот мир. А вот сделай так, чтобы меньше налогов было, меньше налогов. Ну, прямо скажи, все, отдайте в Израиль, поезжайте. Вот, нет, это, вот это и есть. Вот так антихристы будут действовать. Это вот я сразу посмотрел, и нет, это не то. Ну, вот так вот, мое мнение. Хорошо. Ну, спаси Господи, Игнатий. Слава Христу. По славу Божию, слава Христу. Отошел. Да, с Богом. Все стали говорить, отошел. Сергей-то говорит, это зажмуриться надо говорить, то, что он говорит. Они же не видят. Ну, говоришь, что все остается, ты зайди в сервер, ты посмотри, что делается. Это самое-то главное. Если все остается то же самое, мертвое, все остальные, ваши слова-то нету. А давайте в общую систему, мы войдем где-то, я сейчас слушаю этот ролик. Ну, ничего тут не скажешь уже. Вот он где. Тут только плакать надо. Он что говорит, тут с первого и до конца уже нельзя разговаривать, не дышать, только плакать и плакать, что этот больше говорит. Ну, так, появилось что-то. Ну, закрыли, дальше что? Написали, говорит, лагерь Лапкина закрыли. Видишь, он один лагерь меньше, дети пойдут по улице. Он правильные слова-то, собеседник говорит. Ну, договорились мы, договорились, все сделаем как надо. Что нужно вам? Система нужна. Сохранение системы. А зачем система хорошая? Зачем ты меня туда тащишь-то? Где это видно такое, чтобы система меня спасала? Сталинско-беревская система. Вот вообще ничего не понимать, не чувствовать. Полное омертвение. Да ты зайди в любой храм, посмотри, что делается с народом-то. Зачем говорить что-то? Надо только плакать и плакать. Я сказал не так. Ну, вокруг меня-то что-то топчет. Ну, сказал, да я дойди, значит, не можете? То, что я сказал, все-таки тянет вас куда-то. Будет время, по одной, говорится, строчке будет и выискивать то, что я говорил. Я половину только прослушал. Звонят. Почему мы не пошли, священники? Значит, их просто не хватает, наверное, я так думаю. Поехали.